Я хочу дать такую мысль нам для размышления, может быть, даже это будет несколько мыслей. И я верю в то, что Господь, Он... Вот когда мы слышим проповедь, то я верю, что Господь еще отдельно от проповеди говорит. Если мы внимательны, если мы ищем Господа, если мы ищем Его Слово, то Бог даже отдельно, вне проповеди, может так как-то со стороны проговорить нам в наше сердце. Господь знает наши нужды, Он знает наши проблемы, как внутренние, так и внешние проблемы. И Господь, когда мы приходим, Он всегда готов нам дать совет, Он всегда готов нам дать какое-то помазание, наверное, на решение какой-то проблемы. У Господа есть Слово для нас, которое может нас ободрить, которое может нас изменить и вместе с нашим изменением изменить ситуацию, в которой мы находимся. Вот сегодня я хочу прочитать несколько мест из Священного Писания. Давайте мы вместе с вами начнем с Нового Завета. Первое послание к Коринфянам, первая глава. И мы прочитаем с вами с 18 стиха. «Ибо Слово о Кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Хочу, чтобы вы обратили внимание на это Слово. Слово о Кресте есть сила Божья. Поэтому я всегда говорю, когда вы проповедуете кому-то Евангелие или говорите, всегда говорите, старайтесь говорить о Кресте. Старайтесь затрагивать тему Креста и то, что произошло на Кресте. Христианство не может быть без Креста. Если убрать Крест, если убрать смысл Креста, страдание Иисуса Христа на Кресте, христианство теряет свою силу, оно теряет свою значимость. И мы можем видеть сегодня в мире, когда христианство преображается в такое некое развлекательное шоу, когда Крест даже не упоминается в христианстве за долгое время. Поэтому, друзья, вот даже Господь дал такую заповедь, как причастие, хлебопреломление, чтобы мы вспоминали о том, что произошло на Кресте. И мы здесь читаем, апостол Павел пишет, что слово о Кресте есть Божья сила. Всегда, когда проповедуете Евангелие, еще раз повторюсь, когда разговариваете людям о Боге, упоминайте о Кресте, в этом есть сила. Далее. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Очень часто мы пытаемся говорить людям о Христе такими какими-то разумными, мудрыми словами, какими-то метафорами мудрыми. То есть мы хотим выглядеть мудрыми и так принести Евангелие. Но я верю, что Божье Слово, оно само в себе имеет силу. И если мы вспомним вдруг, как мы уверовали, как мы приняли Иисуса Христа, это было такое особое действие, когда мы пережили Бога, тогда как будто чешуя отпала с наших глаз, как будто уши наши начали слышать то, что они никогда не слышали. И это произошло не от каких-то мудрых изречений, которые мы услышали, это произошло сверхъестественно, когда через Слово Божье Господь коснулся нашего сердца. Слава Богу за это. Далее он пишет, где мудрец, где книжник, где совопросник века сего, не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. И далее апостол Павел пишет 23 стих, обратите внимание, «А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Слава Богу». Апостол Павел пишет, «А мы проповедуем Христа распятого». Вот, друзья мои, церковь, она призвана к тому, чтобы нести Евангелие, распространять Царство Божие, проповедовать Божье Слово. Но, друзья, посмотрите, он пишет, «Мы проповедуем Христа распятого». Почему апостол Павел делает на это акцент? Потому что он четко и ясно понимал, что сила Божья скрывается в слове о кресте. Именно крест несет в себе значимость для спасения, для обновления, для изменения жизни. Крест – это то, о чем мы никогда не должны забывать. Крест – это то, это не украшение, это не какая-то даже атрибутика. В этом есть глубокий смысл спасения человеческой души и спасения всего мира. Пусть Господь нас благословит, сделает нас мудрыми и в этом плане, и даст нам понимание к тому, что Слово Божье мы должны проповедовать, и мы должны нести людям крест, мы должны показать им, что Господь сделал на кресте за них. Слава Богу!